Приветствую, я Василий Голованов, и мой собеседник сегодня замечательный, прекрасный, добрейший, великолепнейший доктор Комаровский. Евгений Олегович, рад вас видеть. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте все, кому мы интересны. Дорогие зрители, пожалуйста, сразу перед началом просмотра нажмите кнопку лайк, кнопку нравится, для того, чтобы другим зрителям YouTube тоже рекомендовал это интервью. Ну и традиционно, хочу мы подякувать сбройным силам Украины за то, что у нас есть возможность записывать это интервью. Сегодня мы обязательно обсудим трагедию на Каховской ГЭС, какие риски, какие трагедии может принести подрыв Каховской гидроэлектростанции. Обязательно поговорим и с Запорожской атомной электростанцией, поскольку риск катастрофы такого характера тоже имеет место. Но начну я, пожалуй, с другого. Поговорим мы об акулах и людях. Наверняка вы знаете эту историю, которая произошла в Кургаде буквально несколько дней назад, когда гражданина Российской Федерации затащила под воду акула, в результате он погиб. И это породило огромное количество комментариев в социальных сетях, в Фейсбуке, в украинском его сегменте. И я вот приведу несколько цитат. Например, Алексей Арестович написал. Судя по количеству и качеству шуточек про убитого акулы-россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у вас, значит, вы проиграли. Вы такие красивые, проиграли банальному серому скучному злу. И сами стали этим злом банальным, серым, скучным. А вот журналист Денис Казанский ему ответил. Россияне сами себя расчеловечили. Поэтому и отношения к ним соответствующие. Евгений Олегович, как вы видите эту ситуацию? Мне ближе позиция Арестовича намного. Процентов на 90. Я как раз не считаю, что мы стали злом. Но то, что надо давным-давно расставить точки над «и» в гражданском обществе и на уровне закона. Делает ли какая-либо характеристика человека, его гражданство, язык, которым он говорит, национальность, которой он себя причисляет, религия. Так вот, делает ли это некая единая характеристика человека, его по умолчанию заслуживающим смерти. Или, например, заслуживающим того, что ему сказали «чемодан, вокзал, вали отсюда». Например. Понимаете? Вот и все. То есть, если мы согласны с тем, что сам факт того, что у тебя российский фаспорт по умолчанию делает тебя достойным смерти, это одна позиция. Я с ней категорически не согласен. Вот и все. Поэтому я в жизни бы не радовался. Нет. Если бы, например, акула съела конкретного пригожина, я бы, конечно, очень по этому поводу вырадовался, может быть. Понимаете? Но как-то его другие акулы съедят, скорее всего. Поэтому вопрос стоит для меня именно так. Радоваться по умолчанию смерти человека. Ну, понимаете, какая ситуация? Тут же еще другое. Украинцы давным-давно поняли, что очень здорово нам всегда помогает выживать юмор, мемы, шутки. Понимаете? Это да. Ну, и любой такой повод очень сильно используется. Это средство такой психологической поддержки. То есть с точки зрения психологической поддержки, пожалуй, да. Но в целом мне не нравятся пляски на смерти. Человека оценивают по его делам. По делам. Насколько его дела нарушают закон. И насколько его дела нарушают общепринятые представления о добре и злое. Вот для меня это характеристика главная. Дорогие зрители, пожалуйста, в комментариях еще попрошу вас написать, где вы нас смотрите. Нам очень интересно и важно это знать. И, конечно же, пожалуйста, не забудьте подписаться на YouTube-канал доктора Комаровского. На казки украинскую доктора Комаровского. И, конечно же, в Инстаграме тоже не забудьте подписаться. Хотя там у доктора полтора миллиарда уже подписчиков. Поэтому там все очень... Хорошие люди никогда не помешают. Никогда. Мне, кстати, я тебе хочу сказать, что я недавно у Саши Шелеста у меня было интервью. И я наехал на аудиторию. На аудиторию, да. Потому что, скажешь, у вас вот тут вот посмотрело интервью 100 тысяч человек. И я вас попросил. Ребята, у нас вообще не очень большой выбор. Либо мы будем поддерживать украинскую мову через добро и любовь. Либо будем нагнетать хайп, выяснение отношений и стравливание украинцев друг с другом. И я вас прошу, не идти по пути фарицовщины, а давайте поддержим добро и подпишемся на канал Коски Украинская. И ты знаешь... А просто перед этим я тоже к ним обращался. И на 100 тысяч просмотров пришло там что-то 27 человек, по-моему. И вот тут вот после очередного доезда, ты представляешь, подписалось 500 человек. Подписалось 500 человек. И теперь мы посмотрим, как твой канал. Особенно того, что у нас там в последнее время такие шикарные. И прямо... Знаешь, что классно, Вась? Начали очень здорово откликаться наши украинские профессиональные иллюстраторы. Которые предлагают девочки, которые там... Ну, у которых, ну вот, занимаются иллюстрациями в Инстаграме. У них там блоги красивые и все такое. И они просят, предлагают, и мы хотим тоже нарисовать сказку. Классно. Ну, просто здорово. И такие, блин... Я такое удовольствие получаю. Для меня это такая отдушина. Залезть в эти картинки, в эти тексты. Ну, круто. Я релаксирую на этом всем. Поэтому ты не просто... Обязательно ссылочку нам дашь на канал, в комментарии, чтобы люди пришли. Я вас буду ждать. Я вас буду ждать. Если вы не знаете, дорогие друзья, вот под этим видео будет ссылка на казки украинскую. Евгений Олегович надиктовывает украинскую мову. Замечательный... Надиктовывает. Ничего себе. Я читаю с выражением и по ролям, и украинскую мовую. Ты чё, блин? Вася. Давайте так. Моноспектакль от доктора Комаровского. Это мне больше нравится. Вот. Который иллюстрируют дети. И вот, как Евгений Олегович сказал, уже предлагают свои услуги профессиональные иллюстраторы. Если вы ещё не знакомы с этим проектом, пожалуйста, ссылка в описании этого видео. Обязательно подпишитесь, посмотрите и поставьте вашим детям. Это вот такая тоже чудесная терапия, что ли, расслабляющая. Нужно перед сном включать. Васенька, я, кстати, должен похвастаться. Полтора... Вот позавчера у нас было 10 тысяч подписчиков. Вот. Это круто уже. Я считаю, что это круто. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Так, друзья, мы будем идти дальше. И, безусловно, тема, которая волнует многих, это подрыв Каховской гидроэлектростанции. И вот те риски или те проблемы, которые несёт с собой вода, которая течёт в сторону Чёрного моря. Много, Евгений Олегович, наверное, и домыслов, и, наверное, какой-то там конспирологии, и страшных жутких историй про могильники, про химические, значит, отходы, про захоронения животных и людей, и что это очень опасно и страшно. Давайте разделять, да, вот, зёрна от плевел и страшилки от реальной угрозы. Давайте. Я прямо чувствую, что очень-очень надо, потому что такое количество... Да, вот я прямо захлёбываюсь сейчас от писем и вопросов на эту тему. Я даже, наверное, на следующей неделе прям запишу отдельное видео, расскажу более-менее подробно. Но главное, что люди все должны знать. Ребята, вы находитесь перед риском банальных кишечных инфекций. Вот не надо пугаться чумы, холеры, сибирской язвы. Это всё страшилки, которые маловероятны. Ещё раз, маловероятны. И особенно там чума и сибирская язва, в принципе, крайне маловероятны. Кроме этого, на сегодня и чума, и сибирская язва – это болезни, которые лечатся, лечатся, неплохо лечатся. Также сибирская язва лечится там использованием банального пенициллина. Ну вот даже не нужны какие-то дорогие лекарства и так далее. Кроме этого, современная медицина, эпидемиология знает комплекс мероприятий при обнаружении случая, что надо сделать, как изолировать и так далее. То есть тут, в принципе, всё понятно. Носибирская язва, в принципе, не передаётся практически никогда от человека к человеку. Она передаётся только от заражённых животных. Поэтому это единичные случаи. Поэтому какой-то такой эпидемии, если бы мы были скотоводческие народы, вся наша жизнь была построена на том, что мы тут в Украине с утра до ночи вот именно пасём овец, у нас чабаны, у нас вот такое всё. Может быть, для нас было это рискованно. Но в силах того, что в Одессе, насколько я знаю, пастухов немного на территории Одессы, ну куда всё это сейчас несёт, то я не думаю, что это большой риск. А вот то, что если вы не будете элементарно мыть руки 20 секунд минимум тёплой водой мылом, если не будете использовать при отсутствии такой возможности спиртосодержащие санитайзеры с концентрацией спирта не менее 70%, если вы не будете кипятить питьевую воду, если вы будете пить воду из-под крана, вы, ребята, получите острую кишечную инфекцию. То есть вы укакаетесь, у вас будет понос, который будет потом лечиться. Лечиться обильным питьём, не сможете пить, будет капельницы. В некоторых случаях, возможно, антибиотики. Короче говоря, это всё опять-таки лечится. Но попасть в июльскую жару или в июньскую жару, в инфекционную больницу с поносом, поверьте мне, удовольствие не очень приятное. Тем более вы нужны все Украине, ВСУ, своим близким, нам всем пахать, спасать, а не лежать с поносом в больнице. Поэтому извольте помыть руки. Вот это самое главное, что я от вас прошу. Вчера мне показывали видео, ну, правда, записано было до подрыва Каховский ГЭС, где одесские пляжи просто забиты. Они кишат людьми, просто людей огромное количество в воде купается. Насколько опасно сейчас заходить в море? В воде огромное количество бактерий, которые пришли из Херсона, ну, с водой от всех смытых погибных ям, то есть концентрация кишечных палочек и потенциально возможных возбудителей кишечных инфекций огромная. Представить себе, что человек залез в воду и не облизнул губы себе после этого практически невозможно. Особенно уязвимая категория дети первых 5 лет жизни. Поэтому любое попадание морской воды в рот, это рискованно. А когда у нас люди же моют морской водой, там, яблоки, клубнику и так далее, ну, принимают душ в морской воде. Ну, короче, ожидать можно всего. Поэтому, ребят, ну, я, собственно говоря, ничего не имею против там пляжей. Ну, если там будет все так организовано, что у вас не будет доступа к воде. А зачем тогда пляжи, если у вас нет доступа к воде? Опять-таки, я вам еще хочу рассказать одну вещь. Меня пляжи под другим соображением как-то беспокоят. Вообще, всеми реализация здравоохранения давным-давно, уже много-много лет рассказывает нам всем о том, что загорать вредно. Что когда непосредственно солнечные лучи попадают на кожу, то они вызывают повреждения кожи, активный синтез меланина, вот того красителя, который защищает кожу от перегрева. Это большая нагрузка на клетки меланоцита, которые продуктируют меланин. И отсюда более высокий риск рака кожи, самого опасной опухоли, которая называется меланома. Да, они сейчас иногда, если вовремя успеть лечиться, но в целом результаты не самые лучшие. Еще раз говорю, это одна из самых острых и самых опасных онкологий, которая однозначно провоцируется пребыванием людей на солнечном луче, на пляже. Еще один нюанс именно пляжного отдыха состоит в том, что люди выходят из воды. И когда человек выходит из воды, он покрыт мельчайшими капельками морской воды. Вот так красиво. Вот она такая вся красивая, и на ней такие капельки. Так вот, каждая капелька, которая на ней или на нем, это линза. Понимаете? Через которую дополнительно повреждается кожа. Очень-очень сильно. Очень сильно. Я уже не говорю о том, я обращаюсь ко всем девочкам, женщинам, о том, что есть такое явление, как фотостарение кожи. То есть, чем активнее солнышко действует на ваше личико, тем быстрее на нем появятся морщины, тем больше вам понадобится увлажняющих кремов. Девчонки, нам еще долго жить и размножаться после войны. Нам Украину восстанавливать. Понимаете? Зачем оно вам надо ходить в морщинах и укакаться? Зачем? Ну, воздержитесь от пляжа. Ну, давайте уже потом, потом. Вот это самое лучшее купание, это после войны, когда все почистят и разминируют, прийти с любимым купаться под луной. Вот это то, что надо. Да, это я вам рекомендую. А после купания под луной с любимым, прямо там на пляже, сделать новенького украинца, который будет помогать отстраивать страну. Так, ну, расширяем горизонты. Не обязательно. Нет, я к тому, что зрители сразу, не обязательно, что доктор сказал, только на пляже это делать. Но главное расширять горизонты планирования. Вот это главное. Понимаете? Так, уточняющий вопрос. Про загары. Да, то, что это вредно, мы слышали, но раньше нам рассказывали, что как это, а как же витамин D вырабатывается, вы загораете, детки должны получать эту дозу, иначе там рахит и так далее. Да, раньше так действительно считали, потому что не было синтетического витамина D. Витамин D можно добыть тремя способами. Витамин D можно получить от солнышка. Витамин D можно получить в определенных количествах, от крайне ограниченного количества продуктов. Например, он есть в рыбьем жире, ну, в жирной морской рыбе он есть. Он есть в сливочном масле, но его там немного. Он есть в яйцах. Но, тем не менее, на сегодня мировая медицина однозначно рекомендует всем, и детям, и взрослым, прием витамина D, дополнительный прием витамина D, вне зависимости от того, есть солнышко, нет солнышки, есть жирная рыба, нет жирного рыба. Я недавно записывал очень подробное видео на все главные вопросы про детей, и мы планируем, ну, ближе к осени, когда тема будет более актуальна, прям записать две программы про витамин D для взрослых. Для взрослых. Это он взрослым нужен не для того, чтобы не было рахита, а для того, чтобы не было кучи других гадостей. То есть это надо и детям и взрослым. Поэтому солнце, как источник витамина D, не рассматривается. Все крики, как же мы раньше жили, не рассматриваются. Раньше столько не жили. Так, вы сказали, что вот после войны с мужем, с женой на пляж увеличивать количество украинцев, но это после войны. А вот сейчас многие женщины выехали за границу с детьми, без детей, а многие мужчины остались здесь. И уже так много случаев и историй, которые я слышал о том, что сыпятся, разрушаются семьи, что она там кого-то себе нашла, или он здесь кого-то себе нашел, или в принципе поняли, что наша встреча была ошибкой. Как это предотвратить? То есть это есть какой-то волшебный рецепт или отношение на расстоянии, пусть даже семейные пары, это очень тяжелое испытание, которое пройдут не все? Это однозначно пройдут не все. Никаких рецептов, как сохранить семью без снаба, хотя бы иногда под одним одеялом, не существует. Не существует. Надо просто понимать следующее, что распад семьи уменьшает шансы на то, что люди вернутся в Украину. Вот это очень важно. То есть, если мы поймем когда-нибудь, когда-нибудь, что самая большая ценность Украины, это о людях, которые живут в Украине. Я пытаюсь достучаться до людей, которые принимают решения бесконечно много лет на эту тему. Люди не понимают. И общество, к сожалению, не понимает. Общество готово сказать, ах, вас что-то не устраивает, чемодан, вокзал, валите отсюда. Понимаете? Все. не толерантность, не попытка не допускать конфликтов, не умение договариваться, не умение идти навстречу друг другу, а злорадство, крики, вали отсюда, ты не такой, ты нам не нужен, и так далее, и так далее. Вот когда мы наконец-то поймем, что самая главная ценность Украины, это украинцы, те, кто готовы жить здесь, рожать здесь детей, и выполнять законы этой страны. Все. Все остальное не ваше собачье дело. Понимаешь? Вот так вот. Я так это вижу. Вот поэтому у меня нет рецепта. Я считаю, что если человек не готов воевать, но ему нельзя выезжать, то мы просто потеряем, кроме, мы еще потеряем эту семью. Вот и все. А воевать он не будет все равно. Вот. Поэтому я, в принципе, скептически отношусь к запрету на выезд мужчин. Но я не государственный деятель. Скорее всего, должна быть общественная дискуссия, как эти вопросы решать. Ну, вероятно, есть одна из причин, почему существует запрет на выезд мужчин 18-60 лет. Кстати, в комментариях напишите, дорогие зрители, как вы относитесь к этому запрету. Одна из причин это в том числе поддержание экономики. Если выйдут работоспособные мужчины, которые работают, которые платят налоги, которые покупают хлеб, которые покупают бензин, просто схлопнется экономика, которая и так дышит еле-еле. еще раз говорю, это тема, которая однозначно заслуживает обсуждения. Если человек имеет возможность, понимаете, какая ситуация, надо же по-другому смотреть. Человек отправил жену с ребенком туда, у него здесь есть адекватная работа, если он имеет возможность без проблем раз в месяц туда смотаться на 3-4 дня, то в чем проблема? Давайте мужчине, у которого нет здесь семьи, дадим льготы какие-то, чтобы он мог без проблем чисто экономически туда-назад смотаться, потому что тогда для нас главная цель будет сохранение семьи, сохранение семьи. Ну, сохранение семьи, это же важно, черт побери, мне кажется, это важнее всего, потому что Украина это та семьи, вот просто что для вас Украина, что для вас Украина, Днепр, Одесса, Харьков, Кирсон, Киев, Лавра, а что еще, а семьи не менее важно? Может, все это важно? Ну, просто в иерархии, пусть будет Украина, а людей здесь не будет, или как? Да, да, тут как раз накладывается еще одна проблема с другой, у нас сейчас в силу тяжелой ситуации войны в стране, многие семьи, даже которые планировали заводить детей, сейчас, в крайнем случае, кто, нет, дети рождаются, это условно, но уже не так много, сложная ситуация, непонятное будущее, как, поэтому у нас будет, мы понимаем, да, проблема с этим, что у нас провал рождаемости, и вторая ситуация, это дети, которые выехали и рискуют не вернуться, то есть мы, получается, пока потеряем несколько поколений, так? Смотрите, просто мы должны понимать, что когда мы будем после войны страну восстанавливать, восстанавливать, знаете, вот когда мы все говорим о том, как мы будем восстанавливать страну, то я почти глубоко убежден в том, что у правительства даже есть план, как они будут восстанавливать, и это обсуждается, как мы восстановим заводы, как мы поменяем, как мы вот эти заводы перенесем туда, как мы построим новое предприятие, восстановим эту электростанцию, восстановим дамбу, Каховская ГЭС, и так далее, вот мы все это будем делать, 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 вот я хочу, чтобы вы понимали, что чтобы вы не восстанавливали? Просто я никогда не слышал об этом разговорах. Что бы вы не восстанавливали? Вы должны понимать, что будущее Украины определяется не тем, восстановите вы дамбу Каховской или нет. Будущее Украины определяется. Миллион детей, которых сейчас вывезли, они вернутся в Украину или нет? Поэтому, когда вы будете восстанавливать Украину, первое, что должно быть восстановлено, это детские сады, школы, детские любые развивающие центры, понимаете? Не автомойки, а бассейны для детей. Надо сделать все, чтобы здесь детям было хорошо. Тогда они вернутся, тогда только Украины будут будущее. А детям здесь будет хорошо тогда, когда что? Когда будет развитая инфраструктура для мамы и папы. Будет безопасность, не будет коррупции, будет социальная лестница, перестанут врать и воровать. Не будут унижать людей по принципу паспорта, языка и всего остального. Понимаешь? Вот это тогда будет. Но это, я не вижу обсуждений на эту тему. Не на часе. Не на часе. Дети всегда не на часе. Это я вам точно говорю. Я детей лечу 40 лет уже. Не на часе. Дети всегда не на часе, Вася. Но все понимают, как они их любят. Ну, я не имею права раскрывать источники, но мне сказали, что этот вопрос обсуждается в офисе президента. Какая прелесть. Ну, отлично. Просто поймите, Вась, вот смотри, я не могу обсуждать. Понимаешь, какая сетата? Когда люди вот сейчас задают себе вопрос, вот сидя в Польше, в Чехии, в Италии, в Германии, вот они себя задают вопрос, что нас ждет после войны, после победы. Вот почему это надо? Если бы они сказали, а вот смотрите, сейчас в Украине обсуждается, как в первую очередь после войны будут измениться отношения общества к учителям, изменится финансирование школ, потому что пойдут инвестиции, а инвестиции хотим, а мы должны понимать, что инвестиции в первую очередь надо направить в детей, в детей, потому что нет смысла восстанавливать промышленность, если на этих предприятиях некому будет работать. Понимаете? Поэтому люди вернутся тогда, когда они смогут быть уверенным в двух вещах, в том, что дети будут получать в безопасности нормальное образование, это раз, и в том, что в стране будет доступ к качественной, современной медицинской помощи. Все. Вот два условия. По некоторым соображениям мы впереди планеты всей. Еще раз, у меня ближайший друг, который говорит, если бы не мое здоровье, я бы вернулся в Украину. Понимаешь? Но поскольку здоровье никуда, то я останусь, где я есть. И будет сидеть, работать на компьютере, платить налоги только в Германии. А если бы он знал, что с его болячкой его будут лечить точно так же, как там здесь, он бы здесь эти налоги платил. Вот как происходит. Вы сказали про детей, про образование послевоенное. Я хочу спросить сейчас. Многие дети, которые за границей, у них есть два варианта. Или ходить в местную школу, в европейскую, к примеру, или заниматься онлайн в школе украинской. Да, из-за ковида эта опция была развита в предыдущие два года. Как думаете, какой эффект лучше? Как правильнее поступить в такой ситуации? Онлайн-образование, по-моему, делает детей абсолютно невменяемыми. Это не дети. Это какие-то... У меня есть такой термин цифровые маули. Дети, которые не умеют общаться, не умеют коммуницировать, не умеют выражать свои эмоции. Короче говоря, я... Увы, увы, увы. Онлайн-образование хорошо месяц карантина по поводу гриппа, но онлайн-образование четвертый год подряд превращает наших детей. Это ужасно. Я имею возможность наблюдать за собственными внуками, которые не имеют возможность сходить в школу. И так далее. Поэтому это ужасно. И я боюсь, что если они не пойдут в сентябре в школу, то ситуация для многих будет... Опять-таки... Вот многие люди ждут сентября. Это если мой ребенок четвертый год подряд в школу не пойдет? Извините. Тогда надо уезжать. И это важнейший вопрос. Важнейший. Поэтому бомбоубежище в школе, чтобы ее можно было открыть, очень важное. Потому что я могу ткнуть на кучу школ, которые не открываются. Только потому, что нельзя открыть школу без бомбоубежища, а на бомбоубежище у районной власти денег нет. Вот и все. Как говорить, на ваш взгляд, с детьми о войне? С какого возраста? И как, в принципе, преподносить эту информацию так, чтобы не навредить психике ребенка? Ну, вне всякого сомнения, надо делать поблажку или ссылку на возраст. Потому что с детьми двух лет и двенадцать и говорить надо по-разному. Я как-то уже объяснял, что главное. Сейчас попытаюсь вам объяснить и всем, кто меня слышит, постараюсь не погружаться в тонкости психологии. Психологи вам расскажут более конкретно на примерах и так далее. Смотрите. Естественно, у нас в инстинктах и иерархия стаи. Ну, то есть наши детеныши на уровне инстинкта. Они приходят в этот мир. Детеныши, которые не выполняли законов стаи, их съедали волки. Понятно? То есть тот детеныш, который не слушается маму и папу, убежал, его тут же съели. Поэтому выполняли возможность дожить до собственного размножения была у тех детенышей, которые жили по законам стаи. По законам стаи дети идут туда, куда их ведут умные, опытные взрослые. Это главный закон стаи. Если ребенок начинает вести стаю за собой, то есть мы с ребенком консультируемся, постоянно решаем только то, что он хочет и так далее, то это уже жизнь не по законам стаи. Огромное количество семей просто в тупике, потому что у них детеныши самые умные. Понимаете? Они знают, когда им гулять, когда им есть, когда им ложиться спать, какой смартфон им надо купить. То есть дети определяют будущее семьи. Понимаете? Все. А все остальные ходят на цыпочках. А да. А почему это происходит? Потому что дети в современных технологиях разбираются часто лучше, чем мамы и папы. Поэтому у нас перевернутый мир. Но вопрос не в этом. Ребенок на уровне инстинкта воспринимает эмоции взрослых. Он знает, наблюдая за мимикой, за реакциями взрослых. Ребенок знает, когда надо замолчать, когда надо испугаться, когда молча бежать за мамой и папой. Понимаете? То есть ребенок считывает эту информацию на уровне инстинктов, на уровне естественного отбора, через который он прошел. Громадная проблема разговаривать с детьми состоит в том, что взрослые, которые сами нуждаются в психиатрической помощи, пытаются разговаривать с детьми. Понимаете? У нас нет психически уцелевших взрослых. Ну, их единицы буквально. Людей, которые готовы после полутора лет войны такого количества потерь, такого количества стрессов, такого неопределенного будущего, потому что никто из нас не знает, что будет через полгода, но никто не знает, что прилетит ему на голову сегодня ночью. Понимаете? И беда состоит в том, что взрослые, которые не умеют владеть собой, у которых дрожат губы, у которых бегают глаза, которые покрываются потом, пытаются успокоить детей, понимаете, в чем проблема? И когда мы сейчас говорим, разговаривайте с детьми, просто поэтому, что я вам советую, просто еще раз, на самом деле же, я же знаю, что надо, надо что-то делать вместе с детьми, именно делать, понимаете? Чтобы у вас был общий, общая цель, общий интерес, чтобы ребенка были какие-то вопросы к вам, на которые вы должны отвечать. Вот работает это примерно так. С малышом вы будете складывать пирамидку, с трехлетним будете раскладывать буковки и составлять слова, понимаете? А с любым ребенком вы можете, например, сейчас скажут, камушу о курсе просу, включить сказку доктора Комаровского, понимаете? И вместе с ребенком послушать. У ребенка возникнет куча вопросов, он вас их задаст, потому что сказка же, сказкотерапия, или лечение через колыбельную, через то, что вы хотя бы полчаса в день проведете вместе с ребенком, понимаете? Когда будет полумрак, когда ребенок поймет, что вы существуете ради него, что ваша задача его защитить, быть рядом, что вы готовы вместе с ним что-то делать, отвечать на вопросы и так далее. Вот это то, что важно и нужно. Я, поэтому, я, собственно говоря, создаю этот инструмент. Для меня он очень-очень важен. Я вижу, как это работает. И я получаю, слава богу, кучу писем на тему, как это круто работает, понимаете? Поэтому еще раз прошу, если вы сомневаетесь, как рассказать ребенку про войну, если вы не знаете, как раскрыть, объяснить ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, как рассказать о потерях, как сказать о том, что да, да, дяди Сережи больше не будет. Не будет. Ну, зато вот у нас есть фотографии дяди Сережи. Это хорошо. Он с нами остался. Понимаете? Да. Вы не знаете как? Поговорите с ребенком о чем-то, что вы можете сделать вместе. Давай вместе пойдем и погуляем с нашей собакой. Давай вместе помоем посуду. Давай, давай, давай. Вот это сделаем, вот это, вот это. Хочешь, я научу тебя гладить белье. Хочешь? Давай. Это круто. Ну и что, что ты мальчик? Знаешь, как интересно? Попробуй не обжечься утюгом. Еще раз говорю, дети приходят в мир для того, чтобы наблюдать за взрослыми, наблюдать за взрослыми, и потом тот опыт, который вы получаете, наблюдая за взрослыми, реализовать собственной жизнью. Поэтому, если вы истерите, кричите, плачете, не спите ночами, если мама рыдает, орет и так далее, ничего не получится. И в этом-то весь кошмар. В этом кошмар, что уцелевших взрослых нет. И наши дети без общения с друг с другом, без общения с профессиональными педагогами просто деградируют стремительно. И поэтому восстановить страну, просто восстановить страну, это не отстроить разрушенное жилье и разрушенные предприятия. Восстановить страну, это не дороги залатать. Восстановить страну, это прежде всего привести в порядок головы украинцев, их психик. И главное, привести в порядок детей. А увы, дети это второй этап. Без восстановления взрослых ничего у вас с детьми не получится. Уважаемые зрители, еще раз напомню, кнопка лайк нравится. Если она еще у вас не нажата, это неправильно. Не будьте эгоистами, поделитесь и другими, и с другими тоже. Возможности услышать советы замечательного доктора Комаровского. Нажимая лайк, таким образом вы даете сигнал Ютубу, что это хорошее видео, его можно продвигать и рекомендовать дальше. А еще лучше, если вы ссылку на это видео разместите у себя в социальных сетях или отправите где-то в вайбер-группе или вашим друзьям, товарищам. Дети, доктор, которые повторяют за взрослыми многое и не всегда хорошее. Вот полтора года назад в нашей жизни с широкомасштабным вторжением, с большой войной появились новые словесные обороты, такие как русский военный корабль «Дин-Куй», «Утин-Ло» и другие обороты, которые содержат ненормативную лексику, которые подхватили наши дети и уже не считая это какой-то нецензурной лексикой, а уже как в привычном бытовом лексиконе. Как вы к этому относитесь? Чтобы это была наша самая большая проблема, если честно, Василий, меня больше удивляет, когда знаешь, когда люди, особенно молодые люди очень часто, они не умеют говорить в принципе, понимаешь? То есть, причем речь идет не о том, что они не умеют говорить по-русски или по-украински. Они не умеют говорить без мата в принципе. Вот это меня волнует. когда человек говорит нормально, без бэкани, экани, мэкани на любом языке нормально, но эпизодически говорит о том, что Путин, простите, ну так это констатация факта, это уже не матюк. Понимаете? Вот у нас, кстати, было такое, вот совсем недавно в моей семье была такая проблема, когда они пошли в... Ну, короче, мой внук в ресторане кричал, что Путин да, было такое. Хотя он ничего себе подобного не позволяет в обыденной жизни. Но там просто все, ну просто в ресторане у всех спрашивали. Понятно. Ну, большой проблемой вы в этом не видите. То есть это так мы перерастем... Я вижу большие проблемы в том, что люди практически перестали... Ну, дети практически... Ну, это же очевидно. Дети не сопоставимо меньше читают. Не сопоставимо меньше. Словарный запас стремительно уменьшается. Количество книг, которые можно читать, стремительно уменьшается. Количество книг, которые печатают в Украине уменьшилось на порядок. Количество библиотек и книжных магазинов уменьшилось на порядки, наверное, понимаете? Вне всякого сомнения на наречи, на красоте, на возможности выразить свои мысли. Все это очень-очень сильно отражается. И это реальная проблема. А понятно, что если в мозгах пустота, то пустоту легче заполнить 10-15 матерными выражениями. И тогда вроде как ты уже и говоришь. еще один вот такой интересующий меня вопрос. В нашем детстве, например, ты включал телевизор и там шел какой-то фильм или шел какой-то мультфильм, который раз вечером и на выходные дни утром тебе показывали. И особо выбора не было. Ты хотел смотреть какой-то контент в телевизоре, ты садился и смотрел его. Нравился он тебе или не нравился, но у тебя была возможность только выключить. Сейчас же у нынешнего поколения, которые меньше смотрят телевизор, а больше пользуются тем же Ютубом, например, у них колоссальный выбор. Им не нравится, перелеснули. Не такие черепашки, перелеснули. Хочешь фея, хочешь там любой фильм, мультик, на любой вкус. Ладно, Ютуб, дальше приходит на смену ТикТок, который тебе дарит секундную, то есть смена эмоций, появление новые эмоции каждые несколько секунд. И вот здесь возникает у меня вопрос. Вот эта потребность быстрой смены, потребность вот такой клиповость, что ли, потребность быстрого удовлетворения своего желания. Ведь Ютуб позволяет ребенку удовлетворить свое желание быстро, в отличие от нашего ребенка, меня как ребенка, который сидел у телевизора и смотрел пластилиновые мультики, которые мне не очень нравились, но других не было. В этом есть какая-то проблема? Вот это поколение, которое вырастает сейчас на ТикТоке и на Ютубе. Есть тут какая-то нет. Мне всякого сомнения, это не просто проблема, это проблема, по поводу которой, ну, можно записать, наверное, программ 20, таких часиков по полтора. И я, собственно говоря, вижу, что у меня вот сейчас очень сильно меняется само отношение к тому, чем я сейчас занимаюсь. Возможно, это потому, что практически все, что можно было про сопли и какашки я уже записал, а вот вопросы именно психологии, педагогики, вопросы здоровья взрослых, это то, по поводу чего ко мне сейчас регулярно обращаются, и мы сейчас в основном сосредоточены в этом направлении. Да, цифровой мир, это уникально, нам всем еще предстоит расхлебывать то, что сейчас происходит. Беда состоит в том, это проблема просто как каждой конкретно взятой семьи. Никак мы не можем понять, что эта проблема государственная, государственная, в том, что надо изменять подходы к педагогике, подходы к образованию детей как таковых. Надо, я же вот вижу даже по, совсем недавно даже мы вот на эту тему разговаривали мы с близкими моими друзьями, которые организуют лагеря для восстановления детей, пострадавших от войны. И одно из первейших правил там, то, что детям разрешают пользоваться телефоном один час в день. И у детей реальная ломка. И дети не знают, как поздороваться друг с другом, как нормально общаться и так далее. Но прикол-то в том, что через две недели дети могут даже не брать в этот положенный час телефон. Понимаете? Но если детей оставить один на один без взрослых, которые знают, могут управлять, могут создать детям альтернативу цифрового мира, потому что ни один цифровой мир не заменит вам реальную игру волейбол, ни один цифровой мир не заменит вам походы или встретить рассвет на берегу Днепра с рюкзаками, ни один вам смартфон не заметит запах печеной картошки, который вы сами в костре сделаете с взрослым, который рядом, который вам расскажет. Никто, никогда, но, но, это же должно быть государственной политикой. Как без насилия ограничить вход в цифровой мир? Как без насилия направить внутри цифрового мира детей к тем мультикам, к тем источникам информации, которые мы, взрослые, считаем правильными? но беда состоит в том, что для этого нашу условную академию педагогических наук должны возглавить люди, которым 25-30 лет. Понимаете? Потому что бабушки, дедушки из аналогового мира не могут провести детей по дебрям цифрового мира. поэтому министерство цифровых технологий с Федоровым условно говоря может изменить жизнь в Украине больше, чем все остальные министерства и сделать жизнь людей удобнее, чем все остальное. Но дело в том, что на уровне школы все что же самое. Проблема решается только тем, что у гаджета будет адекватная альтернатива. А для того, чтобы была адекватная альтернатива, надо полностью перестраивать систему образования и нужно вложить в школу огромные деньги. Чтобы в школе был спорт, туризм, огромное количество разных вариантов творчества, не связанное с этим. И опять-таки, уж простите, пожалуйста, если в школе будет урок, ну, условно говоря, не экономической географии, а фотошопа, например, а вы найдете в Украине достаточно количество учителей? А мне кажется, вполне, а вполне. Понимаете? Поэтому научить детей вот, вот это, вот-вот чему надо в 21 веке учить. Дизайн, фотошоп, работа с офисными приложениями, противовирусная защита, понимаете, вот это не ОРЗ, не остро-респираторный вирус на инфекции, а те вирусы, которые там. И это дети, и тогда детям школа будет в кайф, потому что они смогут эти знания, которые им дают, адаптировать к реалиям 21 века. Тогда мы получим поколение, которое сможет себя реализовать в высокотехнологичной области. Понимаете? А экономическая география Венесуэлы не даст ответы на эти вопросы. Не даст. Но для этого надо что? Поменять все там, наверху. Но если вот сейчас у нас тот же Федоров в Министерстве цифрового, у нас молодой президент, почему вот я понимаю, что сейчас война, но после войны мы можем вернуться вот к этому вопросу переформатирования образования, выкинуть вот предметы, которые, или уменьшить их, количество часов, предметов, которые в жизни не пригодятся, и добавить туда финансовую грамотность, тоже половое воспитание, какую-то прикладную, тоже кулинарию, не только у девочек на трудах, потому что мальчики тоже хотели бы научиться готовить, наверное, и в жизни бы этом тоже пригодилось. Так вопрос даже, ну да, на самом деле даже не кулинария, а то, что называется ПП, правильное питание, да, вот как, потому что, ребят, смотрите, когда там 50 лет назад такой проблемы не было, но сейчас, когда минимум 40% взрослого населения имеет ожирение, еще раз говорю, минимум 40%, а вообще, как правило, 50 и больше, то когда, то есть массово мы имеем проблемы с питанием, то учить этому детей однозначно надо и рассказывать про питание как всего лишь один компонент образа жизни, который включает в себя и психологию, и сон, и физические нагрузки, и хобби, и путешествия, вот, 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 вот что такое здоровая жизнь, здоровая жизнь в веке цифровой технологии, понимаете, когда можно заработать огромное количество денег, без физического труда, просто не отрывая задницу от стула, более того, практически все высокооплачиваемое не предусматривает физических нагрузок. Так, простите, пожалуйста, доктор, министр здравоохранения Украины сказал, что за первые пять месяцев войны, большой, шокомасштабной войны, украинцы состарились минимум на 10 лет. Постоянный стресс, отсутствие доступа к препаратам и надлежащему медлечению, разрушение медицинской инфраструктуры, вынужденная миграция квалифицированных врачей уже привели к обострению хронических болезней у пациентов, говорят медики, как следствие, уже в скором будущем болезни, которые встречались в основном у украинцев в 60 лет, будут диагностироваться в 45-50-летнем возрасте. Это говорил Виктор Лешко после пяти месяцев войны. Сейчас прошло уже 15 месяцев, почти, то есть в три раза больше. Что изменилось? В каком состоянии сейчас? Ускорилось ли наше старение? Или, если да, то на сколько? Ну, смотрите, условно говоря, когда мы произносим фразу там, ускорилось ли наше старение, мы просто пытаемся прогнозировать, как все, что происходит сейчас, отразится на средней продолжительности жизни украинца, какие новые факторы, проблемы со здоровьем возникнут, не всякого сомнения, все идет по нарастающей. Вишенка, до того, как мы будем рассматривать телесное здоровье, надо четко понимать, что вишенкой на тортике является именно сужение горизонта планирования, того, что люди не знают, что будет завтра, что, собственно говоря, практически устраняет такое явление, как профилактика. Какого хрена я буду тратить время и деньги на профилактику, если я не знаю, доживу я до утра или нет. Зачем мне ваше правильное питание, если от моих килограммов ни холодно, ни жарко, да, мои килограммы сокращают жизнь на 10 лет, но Путин сокращает жизнь еще быстрее, понимаете, поэтому будьте, оно все равно. Поэтому, без всякого сомнения, есть целый комплекс проблем. Я не считаю, что они нерешаемые. Другой вопрос в том, что, как опять-таки сделать, чтобы они стали во главу угла, чтобы опять-таки жизнь, здоровье, психическое состояние среднестатистического украинца, стало главным смыслом существования украинского государства. Ну, после победы, разумеется. Опять-таки, сейчас все на начасе. Потому что, с чем ты не обратишься, скажут, нам сейчас главное уцелеть. И, по большому счету, все будут правы. Ибо, как сейчас можно забрать копейку от ребят на фронте и отдать их в здравоохранение, в тылу? Не получится. Не получится. Поэтому все это, к сожалению, так. Но, я с ужасом, я просто вижу перед собой тот спектр проблем, которые сейчас в нашей начасе. И которые одновременно станут на часе. И это приведет к еще большему поражению психики. Поэтому к этому надо готовиться. Этим надо заниматься. И поэтому план послевоенного восстановления должен включать отдельные совершенно инвестиции в профилактическую медицину. Потому что надо всю страну переобследовать после войны и обнаружить и выявить и пролечить все недолеченное и невыявленное. Это огромные деньги, огромный труд, это огромное количество специалистов, которые сюда нужны. Под это нужны деньги и под это нужна отдельная программа инвестиций. Инвестиции в украинцев, а не в Украину как территорию, как промышленно развитую страну и так далее. Надо восстанавливать там кучу всего. Кучу всего. Да, надо. Но, еще раз говорю, восстанавливать здоровье людей еще нужнее. Евгений Олегович, в начале нашего разговора я обещал также упомянуть тему возможной аварии на Запорожской атомной электростанции. Конечно, давайте возьмем зонтик и чтобы дождя не было, но давайте будем на всякий случай готовы, если вдруг что-то, не дай бог, произойдет. Что делать? Вася, я тебе сейчас скажу, я совсем недавно с ребятами с 24 канала на эту тему разговаривал, очень сильно ругался по этому поводу. Поскольку твоя аудитория может немножко другая, я поругаюсь еще раз и мы все расставим точки на три. Скажи, пожалуйста, ты же знаешь, что реактор заглушен, реакторы заглушены. Ну, там стоят реакторы, там шесть реакторов на Запорожской они все остановлены. Скажи, пожалуйста, может взорваться остановленный реактор или нет? Я не профессионал в этом вопросе. Отлично, молодец. А я что, профессионал? Дальше. Что произойдет? Я вас не спрашиваю про саму катастрофу. Я говорю, что делать? Нет, мой, нет, Вася. Подожди. Если взорвался реактор работающий и активный реактор, активный, вот то, что было в Чернобыле, взорвался активно работающий реактор. Естественно, при взрыве реактора, который был активен, в воздух попадает огромное количество радиоактивного йода, и тогда нам надо принимать йод. Я у тебя спрашиваю, что происходит с заглушенным реактором? Я не знаю. Беда-то в том, что мы все не знаем, а можно хоть когда-нибудь, хоть кого-нибудь, вот который знает, пустить в какой-нибудь барафон. у тебя, Марка Солонина, есть координаты? Набери его, возьми у него интервью. Он должен знать, он классный специалист, он умеет рассказывать про инженерные вещи примерно так же, как я умею рассказывать про вирусы и сопли. Понимаешь? Спроси, чему? Потому что я не знаю, будет выброс йода или не будет. Не знаю. Просто вот меня это, вот эта информационная политика, меня иногда просто бесит. Понимаете? Бесит. Неужели, если у кучи людей вопросы, люди не понимают, люди боятся. Если бы я тебе сказал, Вася, я, у меня вот за последние трое суток количество писем с вопросами про сибирскую язву, такое ощущение, что у нас в стране осталась одна беда. Сибирская язва. Понимаешь? Уймитесь, люди, никакой сибирской язвы у вас не будет. Так, мы все уже спокойные, выдохнули. И пользуясь случаем, а сегодня 11 июня, воскресенье, через неделю день медика, день медицинского работника. И я, пользуясь случаем в компании прекрасного доктора Комаровского и в лице доктора, хочу поздравить всех добрых людей в белых халатах, которые спасают наши жизни, наших детей, наших солдат на передовой, рискуя своим здоровьем и жизнью. Спасибо каждому. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и таких финансовых радостей, чтобы вам не приходилось думать о деньгах, а вот заниматься тем делом, которому вы посвятили своей жизни. И всех коллег тоже однозначно поздравляю. Тримаемся, доеднаемся. Спасибо. На этой ноте, Евгений Олегович, я вас буду... Я тебе хочу сказать, Вася, у меня есть хорошая информация, которая должна утешить. Вот чисто, смотри, я как матерый блогер, блогер, заметил одну потрясающую закономерность. Каждый раз, когда победа была на нашей стороне, ну, например, когда они устраивали жест доброй воли под Киевом, когда была Харьковская операция, когда они оставляли Херсон, каждый раз, вот я это уже четко могу сказать, дней за, ну, в процессе вот этого доброй воли, была совершенно дикая, дичайшая активизация ботов. То есть, вот боты, ну, которые, а боты же все это, все 15 веса войны говорят, все пишут одно и то же. Ну, про, вот они до сих пор, у них методички там, где бы были 8 лет, они же остались. Вот, примерно то же самое. Вот, так вот, я тебе хочу сказать, то есть, я уже знаю, что если боты начинают массово бежать и истерить, значит, явно чаша весов склоняется в нашу сторону. С четверга у них просто дикая истерика, у меня просто валится иногда ресурс от их количества. Просто, поэтому все будет Украина, мы обовязково переможемо, тримаемося, та идаемся. Доктор, я, простите, вот вы про ботов рассказали, а я понял, что я два вопроса не успел задать, поэтому по скриптуму я быстро озвучу вот один вопрос от нашего зрителя, как преодолеть тревогу, отчаяние, депрессию, это и есть посттравматический синдром? Тревога, отчаяние, если в вашей жизни была травма, которая закончилась, то вы можете его преодолеть. Вы же принципиальную ошибку, ребята, совершайте, у нас ни у кого нет ПТСР, ПТСР, это когда была травма психическая, потери страшные, а потом они закончились, понимаете, вот как солдат во Вьетнаме, он был во Вьетнаме, а потом возвращается в Америку, где мир, покой, и никто войны, а вам некуда вернуться, где нет войны, поэтому у нас люди из острого стресса входят в фазу хронического стресса, понимаете, у нас нет ПТСР, в классическом виде, ПТСР начнется, продолжается, она продолжается, продолжается, в этом-то вся трагедия того, что происходит, поэтому классические рекомендации, расслабьтесь, медитируйте, путешествуйте, отвлекитесь, ваше хобби, любовь, еда, то есть все, другие удовольствия, они не работают, понятно, вот так вот. Второй вопрос, многие тоже озабочены этим, это вопрос здорового сна, последние полтора месяца ночные тревоги, воздушные тревоги, кто-то спускается, не спускается, там на паркинг, или бомбоубежище, или куда-то, но даже когда не звучит воздушная тревога, как, например, там этой ночью, то люди все равно уже просыпаются в час, в ночь, в два, в три часа ночи, не могут уснуть, что делать, может быть, какие-то, кроме ромашкового успокоительного чая, может быть, ромашкового успокоительного чая, чай, он разве что в клизме может помочь, чтобы после этого сели на горшок и расслабились, ребят, честно вам скажу, я сам тоже испытываю эти проблемы, тоже засыпаю, просыпаюсь через два часа и читаю телеграмм, все мы в одной лодке, тем не менее, я совсем недавно выложил большое видео у себя на канале в ютубе, там, кстати, диалог активный был в обсуждении, все такое, именно 10 советов, как наладить сон, если есть проблемы, чтобы мы сейчас не теряли время, заскочите, будет лишний повод забежать к доктору Комаровскому и почитать про сон. Что вы думаете про мелатонин? Можно ли его принимать регулярно или нерегулярно или как? Мелатонин, как правило, не имеет доказанной эффективности, это вряд ли вредно, считается, что чем человек старше, чем человек старше, тем он эффективнее, то есть для пожилых людей за 65, пожалуй, да, но молодому человеку практически это, ну, оно не работает. Никогда не превышайте дозу 5 миллиграмм, принимайте непосредственно перед тем, как решили спать, но работает это только в той ситуации, когда вы ложитесь спать в одно и то же время. То есть задача мелатонина восстановить циркадные ритмы, то есть ритмы с чередованием дня и ночи. Какие в бису циркадные ритмы, когда у нас каждую ночь начинает тревога. Поэтому мелатонин можно, опять-таки, тоже использовать для лечения гемороя, ничего другого. Я вам посоветую, сейчас не могу. Евгений Олегович, я вас обнимаю, спасибо большое, как всегда. Держись, Василий. И приятно, и полезно, и интересно. И давай выпьем за то, чтобы это была наша последняя военная интервью. А следующее будет после военной. После нашей победы. Дорогие зрители, еще раз напомню, что в описании под этим видео вы найдете ссылки на YouTube-канал доктора Комаровского, на казко-украинскую доктора Комаровского, на Instagram доктора. Ну и обязательно перейдите, подпишитесь, вы будете знать больше. Доктор, спасибо большое. До встречи. Все буду украинен. Обувесков. Субтитры создавал DimaTorzok